Приветствую вас! Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно, а точнее, желательно получить больше информации о вас, о том, какова природа ваших переживаний, то есть, с каких пор, почему вы являетесь такой самовнушаемый, и с каких пор, почему вы себя накручиваете. Давайте для начала я попробую пояснить вам, что есть, что представляет из себя каждое из ваших состояний, каждое из ваших состояний. Первое. Это самовнушение. Самовнушение есть сомнение в себе. Сомнение в себе есть признак, следствие того, что в чем-то вы в себе не уверены. Не уверены в себе, в свою очередь, означает, что вы сами для себя не понимаете правильно, в чем вы, например, хороши, в чем вы, например, уверены, в чем вы, например, стопроцентно уверены, а в чем нет. И тогда нужно в первую очередь разобраться с тем, какова природа ваши неуверенности в себе. С чем связана ваша неуверенность в себе? Как она у вас возникла, эта самая неуверенность в себе? И на чем она базируется? На что она опирается и чем она подпитывается? А уверенность в себе предполагает постановку определенных целей, определенных задач, которые вы можете использовать, выполнять для того, чтобы уверенности в себе у вас было больше. Но для этого необходимо выбирать те задачи, такие задачи, которые являлись бы для вас значимыми и которые бы смогли изменить ваше представление о себе. То есть, что-то когда-то у вас в памяти отложилось так, что вы воспринимаете себя определенным образом. Нужны такие значимые задачи, которые изменили бы ваше представление о себе. Когда эти задачи будут сформулированы, вы начнете деятельность по выполнению их, анализируя ваше средство, требования и условия этих самых задач. Все это можно делать с психологом, можно делать и самостоятельно, если у вас есть на это сила и время. Также неуверенность базируется на фактах ваших недостатков. То есть, неуверенность в себе – это сомнение, сомнение в себе – это недостатки, минусы ваши. Либо это неприятие определенных минусов себе, либо это, значит, невозможность эти минусы купировать. То есть, вот, сами по себе минусы вроде бы ясны и понятны, но вот что делать с ними, с этими минусами, не очень ясно. Вы вроде бы и избавиться от них хотите, но в то же время понимаете, наверное, что это часть вас, и инстинкт самосохранения не позволяет вам этого сделать. Значит, минусы необходимо разделить на две группы. Первая группа – это те минусы, которые являются, условно говоря, купируемыми. То есть, это те минусы, которые можно купировать. Это те минусы, которые, с которыми можно что-то сделать. Это те минусы, которые мешают вам жить. Это те минусы, жизнь без которых будет для вас, ну, немного более легче, проще и удобнее. Это и есть те минусы, которые вы будете купировать через, условно говоря, выполнение тех самых задач, о которых я говорил. Есть и другие минусы, которые вы купировать не можете. Это те минусы, которые делают вас той, какая вы есть, той, кто вы есть. И изменив эти минусы, вы станете другим человеком. То есть, условно говоря, потеряете часть себя. Я не думаю, что вы этого хотите, поэтому эти минусы нужно принять. Принять себя целиком и полностью. Дальше. Накручивать. Ну, а кроме того, что накручивание само по себе, это продиктовано всем тем, что я сказал только что, кроме этого это еще и тревожность. Тревожность – это такое чувство, когда человек понимает на уровне индуиции пока что, что привычные модели поведения не работают. Привычные модели поведения не оказывают того эффекта, не дают того эффекта, на который человек рассчитывает. То есть, ожидания не совпадают с результатом. И из-за этого, и из-за того, что раньше определенные модели поведения приводили к результату, а теперь нет, начинается непонимание того, что вокруг происходит. И поскольку новых моделей выработано не было, то, соответственно, человек начинает тревожиться, начинает бояться. В этом случае нужно проанализировать то, что изменилось, с какого момента изменилось, и какие модели поведения теперь от вас изменившиеся обстоятельства требуют. Если для себя ответить на эти вопросы, то вы сможете перестать себя накручивать и избежать тревожности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку. Могу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова